всем привет итак у меня есть сегодня желание ответить на самый многочисленный вопрос каким образом у меня деревья и кустарники плодовые все чистые листья не подвержены заболеваниям нет ли нет листовертки нет плодожорки и так далее в чем вопрос вопрос очень простой всего лишь четыре опрыскивания сезон всего лишь четыре это несложно сделать и давать по порядку в чем собственно говоря заключается вся проблема сада проблема сада в том что в коре в трещинах непосредственно прикорневой каждого дерева зимует все вредители насекомые и также бактерии и также всякие вирусы и заболевания все хранится вот здесь чтобы с этим безобразием покончить первым требуется так я называю голубое опрыскивание голубой это цвета медного купороса сочетание с гашенной извести которые я провожу ежегодно как только сходит снег и температуры самые низкие не опускается ниже минус пяти то есть днем уже солнце может быть и плюсовая температура главное чтобы не было морознее чем пять градусов это условие необходимо для чего именно при такой температуре просыпается вся вот эта мерзость будем так говорить да что требуется для этого опрыскивания как только погода становилась чаще бывает иногда начале марта бывает конце марта начале апреля ориентируясь по погоде каждый в своем регионе лучше меня знает где у кого какая погода наступает бордовскую смесь мы готовим трехпроцентную не покупаем разведенную имейте ввиду это очень большое значение имеет разведенная бордовская смесь она бывает не по правилам разведенная бывает уже химикаты давно вступив в реакцию утратили свою активность и то что вы будете делать с вашими деревьями собственно говоря продавец к этому уже не будет иметь никакого отношения берите всегда покупаете не рекламируя товар не разведенную то есть медный купорос они идут 100 граммовых пакетиках и известь она идет также 100 граммовых пакетах все что вам для этого необходимо трехпроцентная готовится из расчета три пакета 100 граммовых медного купороса и три таких же пакета все больше ничего не надо разводим раздельно в пластиковых емкостях потому что медный купорос очень активный химический элемент разводим пластиковых емкостях наливаем 2-3 литра воды теплой воды разводим купорос доводим до пяти литров и отдельно в пяти литрах разводим гашеную известь разводим до такой степени чтобы и вот это перестало быть осадком на дне ведра и купорос чтобы ни одного кристаллика не осталось тщательно перемешиваем не соединяет друг с другом это очень важно потом медленной струйкой медный купорос не наоборот медный порос вливаем разведенное изысковое молоко не наоборот иначе вы сразу увидите в чем будет проблема поэтому соблюдая вот такую нехитрую инструкцию мы приготовим 10 литров бордовской смеси что в принципе достаточно чтобы обработать ну скажем так с десяток деревьев и кустарников ориентируйтесь по количеству на ваш сад тем более деревья в это время сайт голые собственно скелетные ветки покрываем тщательно и деревья ваши приобретут как голубой цвет что мы этим добиваемся мы выжигаем всех вредителей все болезни все бактерии парша и так далее все будет выжжено и когда мы опрыскиваем кустарники и деревья тщательно следим чтобы опрыскивать и прикорневой круг что у кустарника что деревья очень важно это все же касается первого голубого опрыскивания второе опрыскивание мы производим по зеленому конусу это когда почки уже начинают выдвигаться за многие десятилетия занятий садоводством я перепробовал самые различные сочетания есть очень популярно даже и сейчас очень популярно применение баковых смесей там где фунгициды это то что поражает бактерии и инсектициды то что поражает насекомое это смешивается в одном флаконе и опрыскивается потом всякие народные средства что только я не делал эффективного полная стопроцентная стопроцентная очистки сада я достичь этим не мог вот перепробовал все все советы все рекомендации про я же изучал советскую агротехнику в основном по журналам по справочкам и так далее смотрел что на что влияет вникал в суть непосредственно химического процесса и в результате методом проб и ошибок за многие годы лет 25 назад в конце 80-90 я открыл что единственное средство существует универсальное которое гасит все так вот это единственное средство которое содержит в себе все эти функции это не реклама это просто чтобы помочь всем вам это средство единственное я его нашел производитель значение не имеет это средство называется фуфанон я закрываю производителя вот чтобы видели это ампулка на 6 половиной граммов она идет на 5 литров воды как правило я развожу сразу две ампулки воду я беру из-под домашнего крана чтобы она была потеплее в холодной воде надолго разводится поэтому красота 30-35 вода должна быть ну так вот на ощущение как ребенка купали когда-нибудь вот такая вода должна быть раз 35 разводим две ампулы такой молочного чуть-чуть молочного цвета и с сильным таким дустовым эффектом очень пахнет здорово видно что это отрава рекомендую надевать респиратор потому что эта штука будет попадать на лицо как бы и не прикрывались минимум респиратор лучше я с очками не любую замутненный взор мне это не нравится поэтому я использую респиратор и опрыскиваем опять же возвращаемся к своим кустарникам деревьям и в том числе абсолютно все спиреи розы цветов нет они еще дремлют ну по крайней мере все кустарники многолетние которые здесь их обрабатываем обязательно потому что там зимует все что угодно вот находится в этих кустарниках обрабатываем весь сад не только плодовые ягодные но и декоративные в том числе особенно пижма в пижме очень много и клещей и прочего так вот фуфанон убивает все обработки по зеленому конусу достаточно чтобы растения к периоду бутонизации выдвижения цветовых почек чтобы подошли очищенными вот это будет второе опрыскивание оно наступает в момент возглавления зеленых почек выдвижение зеленых почек это очень важно итак это два опрыскивания идем дальше на следующий день после того как вы обработали сад фуфаноном по зеленому конусу на следующий день не позже мы ставим то что я описывал уже в одном из видео ловчие пояса на тлю и муравьев ну собственно муравьев потому что муравьи являются разносчиками тли то есть мы наматываем сантиметров 10 скотчем плотно обматываем ствол дерева ниже всех скелетных веток и наносим спиральными кольцами садовый клей он продается из садовых магазинах найти его не проблема скотч я думаю в каждой семье тоже есть везде ставим ловчие пояса это обязательно второй день после опрыскивания это сопутствующее мероприятие тогда на деревьях не будет ли никогда это делаем третье опрыскивание у нас идет в период бутонизации когда заметьте кто живет на юге у них абрикосы и персики цветение начинается раньше чем выдвижение листьев в нашем регионе мы живем подмосковье и в остальных районах и регионах россии в основном бутонизация происходит после появления первых листьев соответственно эти листья уже начинают устремляться летающие насекомые мы опять обрабатываем весь сад уфаноном здесь его пойдет чуть больше почему потому что уже будет зеленые листва обрабатывать которого кстати нужно и лицевую часть и тыльную часть этим самым и обезопасим наши деревья на весь период цветения почему потому что применение химикатов в период цветения категорически воспрещено потому что этот яд вреден также для пчел очень вреден поэтому берегите свой сад свой сад берегите и пчел пожалуйста это единственные опылители кроме шмелей их надо беречь их не так много осталось на природе идем дальше и наконец последнее четвертое опрыскивание за сезон это опрыскивание в период завязи плодов то есть уже деревья кустарники отцвели я сейчас обобщаю что-то отцвело что-то не отцвело но мы следите за этим где уже начали завязываться яблочки игрушки это не факт что вишня уже допустим завязалась и черешня а здесь попозже идет процесс то же самое касается смородины прочих только они завязались цветение в общем закончилось цветов нет пчелы активно не роятся на дерево мы опять берем наш фуфанон и обильно обрабатываем деревья уже все в листве его потребуется еще чуть больше ну как правило у меня больше двух водер не идет поэтому я всегда первое обрыскивание ведро второе определение у меня фуфанон и имеют полтора ведра третье опрыскивание двумя ведрами покажу есть. €5.4 опрыскиваем и в этот же день желательно с интервалом несколько часов опрыскиваем кстати в ранние утренние часы Все опрыскивания, я сразу забыл сказать об этом, все опрыскивания в ранние утренние часы Потому что, как правило, это безветрие И, как правило, солнце не такое активное Потому что, если вы будете обрызывать в середине дня активное солнце, будет ожог у дерева Потому что любая жидкость на листе – это линза, которая усиливает солнечного луча Поэтому аккуратнее давайте сразу договоримся с вами Все опрыскивания производим утром Если не погода, лучше перенесите через день Но делайте так, чтобы не было для дерева такой печальной нагрузкой После того, как мы провели это последнее опрыскивание по завязям Мы через несколько часов или на следующий день Но лучше, конечно, в тот же день делать Мы делаем 1% бордовскую смесь 1% 1 пакет бордовской смеси И лучше всего 150 граммов Здесь 100 граммов, берите 150 Чаще всего здесь бывает 100 граммов тоже Берите 150, 1,5 пакета Гожонные извести И произведите обработку 1% Следом, это для чего? Это от болезни Потому что в этот момент нежданно-негаданно Каким-то способом из соседнего сада Может нагрянуть такие нехорошие заболевания, как манилиоз Манилиоз очень любит поражать косточковые Особенно вишню Порша и так далее Поэтому, чтобы, ну я не знаю, метельчатость у яблони бывает Но в нашем регионе нет, поскольку у нас климат более-менее умерен Но где-то, где большая влажность и солнце, там бывает еще и метельчатость у яблони Поэтому с этим всем активно борется бордовская смесь Однопроцентная Рекомендую всем обязательно На последнее выпрыскование, когда появились зависти Обработать 1% смесью И тогда у вас плоды будут живые, здоровые Здоровая кожа И не будет вот этих вот черных ритвен Они не будут повреждены никакими вирусами Ветки тоже будут скелетные у вас здоровые И дерево в целом кости не пойдет здоровым Вот это все, что касается весенне-летней обработки Дальше еще есть 5-е опрыскивание Но я его провожу редко Рекомендую, если у вас запущенный сад И деревья, особенно яблони, покрыты мухом Затянуты Тогда, конечно, обработать железным купоросом Очень многие садоводы почему-то не любят Что у них очень долго висят листья на деревьях И обрабатывают железным купоросом Чтобы эти листья быстрее опали Я считаю это неправильно Потому что процесс вегетации Дорн закончится сам Искусственным и прекращать нельзя Почему? Потому что Луковички, из которых вырастают листья Они еще живые Если вы их пережигаете Это не есть хорошо для дерева в целом Не буду сейчас углубляться в все химические тонкости Но не рекомендую обрабатывать железным купоросом по листьям Хотя многие возбуждены этой темой И активно используют Нет Железный купорос на полном листопаде Когда листопад прошел Мы обрабатываем железным купоросом скелетную часть дерева Для того, чтобы оттуда ушла мшистость И так далее И все прочие заболевания на коре Вот в этом случае я применяю Но у меня сад чистый Я давно его поборол Поэтому я лично железный купорос Осенью практически не применяю Вот, собственно говоря Нехитрые действия Которые должны уберечь ваш сад И чтобы он был живой, здоровый И активно плодоносил Не огорчая вас Гнилыми и поврежденными плодами Все на этом Спасибо за внимание Если будут вопросы, пишите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!